МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! И прямо сейчас о главных событиях в республике в студии Юлия Важенина смотрите сегодня. Социальная поддержка, единовременные выплаты к 75-летию победы в Великой Отечественной войне получат ветераны и труженики тыла. На страже правопорядка. Сегодня сотрудники Росгвардии подвели итоги работы за прошлый год. Приговор озвучен. Сын сети-менеджера города Чебоксары будет отбывать срок в колонии общего режима. Служба особого назначения. Сегодня сотрудники Росгвардии подвели итоги работы за прошлый год. Как обеспечивают общественный порядок в республике? Тема продолжит Дмитрий Ковалев. Их лица и имена под грифом секретно. Сотрудников отрядов ОМОН и СОБР можно снимать только со спины. За проявленное мужество при исполнении служебного долга офицерам вручают ведомственные награды. Именно здесь, на этом плацу, свои навыки отрабатывают сотрудники специальных подразделений Росгвардии. Отряды СОБР и ОМОНа на передовой борьбе с преступностью. Но вооружение бойцов Чувашского управления и бронетранспортера и маневренные автомобили «Тигр». Это работа в режиме постоянной боевой готовности. Правопорядок сотрудникам Росгвардии приходится обеспечивать не только в республике, но и в регионах Северного Кавказа. На спецотряды возлагают сложнейшие задачи. В конце прошлого года в Чувашии были задержаны члены организованной преступной группировки. Боевая готовность и готовность к выполнению задач при осложнении обстановки в мирное время оценивается в ходе внезапных проверок комиссиями округа, по результатам которых управление оценивано на готово. Контроль за оборотом оружия и охрана объектов тоже в зоне внимания гвардейцев. Подразделениями вневедомственной охраны по итогам 2019 года федеральный бюджет перечислено более 165 миллионов рублей, что составило 102,8% от утвержденного прогноза. По этому показателю управление является одним из лучших в Приворском округе. Глава региона отметил, что за последние годы доверие населения к органам правопорядка возросло. Мы вместе с вами, с органами государственной власти, с органами правопорядка обеспечивали безопасность на территории республики на достойном уровне. Я не могу это сказать не понаслышке, а вообще подводя определенные итоги. Хотя ситуация она непростая. Вызовы, запросы другие, телефонные звонки. И неоднократно приходилось заниматься эвакуацией и школьников, и студентов, и преподавателей с разных общественно-политических организаций, торговых центров. Личному составу регионального управления ведомства Михаил Игнатьев пожелал нести службу добросовестно. В год столетия республики пройдет немало массовых мероприятий. Общественная безопасность – главная задача в работе гвардейцев. Дмитрий Ковалев и Бахтияр Вилеев. Республика. В этом году исполнится 75 лет со дня Великой Победы. Особое внимание в юбилейный год уделят ветеранам войны и труженикам тыла. В январе труженикам тыла, реабилитированным и пострадавшим от политических репрессий, предоставлены меры ежемесячной соцподдержки на сумму более 3 миллионов рублей. Средства уже выплачены более 700 жителям республики. Размер ежемесячных денежных выплат составляет 2634 рубля – реабилитированным и 2345 рублей – лицам, признанным пострадавшим от политических репрессий. Всего в этом году на осуществление ежемесячной денежной выплаты предусмотрено более 44 миллионов рублей. Напомним, что в год 75-летия Победы по предложению Владимира Путина участники войны и труженики тыла получат разовую помощь в 75 и 50 тысяч рублей соответственно. Имена участников Великой Отечественной войны увыковечат на территории главного храма Вооруженных сил России. Его строительство должно закончиться в мае этого года в Подмосковье. К храму будут вести дорога памяти. Что сделать, чтобы там появилась информация и о ваших родных, расскажет Ольга Пырычкина. Нет в России семьи такой, где бы не памятен был свой герой. Великую Отечественную за Родину сражались десятки миллионов человек. За каждым именем своя судьба и история. Мой отец, он всю войну прошел, Павла Федора Павловича. Он, отличием, закончил школу в 18 лет. С прощального вальса школьного он ушел на фронт. Это моя мамочка Валентина Николаевна Маркелова. Она прошла медсестрой, медсанбати до Берлина и расписалась там на Рейхстаге. Мы победили. Помимо архивов и музеев в нашей стране существует несколько крупных интернет-ресурсов, на которых собирают и хранят данные о героях. К примеру, сайт акции «Бессмертный полк» мойполк.ру. Теперь появилась еще одна возможность увековечить именно тех, кто отставил наше право на жизнь. В Подмосковье завершается строительство храма Вооруженных сил Российской Федерации. Вести к нему будет «Дорога памяти». На всей ее протяженности, на информационных табло будет информация об участниках войны. Сейчас информацию от родных собирают на сайте благотворительного фонда «Воскресенье» во вкладке «Мы – наследники Победы». Там уже сотни историй. Светличный Владимир Павлович провоевал два с половиной года командиром танка, что было редкостью. Так, в среднем после трех-четырех боев члены танковых экипажей выбывали по ранению или смерти. Антонов Николай Степанович. Наша прабабушка получила от него всего три письма. Последнее было написано, когда он воевал под Воронежем. Сегодня информация на сайте пополнится историями о родных нашей коллеге – корреспондента национального телевидения Юлии Адюковой. Ее прадед Диамид Малов вернулся с войны и прожил долгую жизнь. А вот односельчанин Иван Филимонов – нет. Своих детей последний раз он увидел только на фотографии, которую отправляла ему на фронт жена. У родных сохранились его письма на чувашском языке. Он ушел на фронт, когда ему было 28 лет. Оставил дома троих детей и молодую жену Вирку. Отправить информацию можно не только через сайт. Материалы ждут в военкоматах по месту жительства. В этом случае данные останутся и в архивах ведомства. Чтобы вся полная база была, необходимо, скажем, людям, нашим гражданам, подойти в военкомат по месту жительства и принести свои фотографии, какие есть. Также после проверки имя ветерана войдет в книгу памяти Чувашии. Ольга Пырыщкина, Бахтияр Велиев, Республика. С нового учебного года горячая еда для учеников начальной школы должна стать бесплатной. Республике, как и другим регионам страны, предстоит большая работа по реализации инициативы президента России. Каждое утро у поваров Чагайской среднеобщеобразовательной школы одна и та же задача – накормить вкусно и чтобы еда была полезной, сытной. Меню сбалансированное. Главное, по тарелочкам в школе знают, чем кормить. В разные блюда они всегда кладут один и тот же главный ингредиент. Как любая мама для своего ребенка, любовь. Каждый ребенок здесь, как свой ребенок. В основном молочную кашу любят они у нас. Супы, борщи, наверное, борщ в основном любят борщ. У нас ничего однообразного нет. И даже вторые блюда, которые булочки, запеканки у нас – все это разное. Повара стараются удивлять. Порции в тарелках такие, что наестся даже взрослый. У нас тут дают интересные салаты, еще вкусные булочки дают. Самое вкусное я тут ела супы разные, каши вкусные были. Сегодня в тарелочке нам дали макароны, котлеты, салаты. Еще нам дали суп посолевый. За школьное питание родители на одного ребенка платят около 600 рублей в месяц. Поэтому для многих семей, особенно для многодетных, государственная поддержка стала бы существенной помощью. Я работаю воспитателем Чагайским чайским садом. Здесь рядом у нас школа. И между собой, между родителями мы разговариваем, что вышло новое постановление. И мы рады, что такое постановление вышло. И наши родители, которые у меня сейчас, они, я воспитываю, они в этом году приходят в эту школу. И они довольны, говорят, что надо готовиться в школе, и это бесплатное питание им в пользу пойдет. 167 учеников, из них 53 обучаются в начальных классах. Ремонт столовой был сделан несколько лет назад. В 2014 году у нас уже было поставлено технологическое оборудование. Мы уже его получили. И еще провели мы и ремонт, и текущий в пищеблоке. Также капитальный ремонт и пищеблоке, и об обеденном зале. И еще мы смогли приобрести за счет местного бюджета с обеденной стола и стулья. Поэтому я считаю, что мы технически все-таки готовы, и мы можем вот этим уже, этому радоваться. Так что с началом нового учебного года многие родители закроют графу питания в школе в своем семейном бюджете. Наталья Мальчикова, Павел Иритков, Республика. Обеспечить все сельские медучреждения квалифицированными кадрами. Такая задача стоит перед региональными властями. Как реализуется программа «Земский фельдшер» в районе, выясняла съемочная группа. Первая бригада на вызов. Эту фразу диспетчер цивильской подстанции скорой медицинской помощи произносит порой десятки раз за день. И значит, это только одно – кому-то стало плохо, и без медиков уже не обойтись. На выезде первая дежурная бригада. Вот уже полгода в ней работает молодой специалист, фельдшер Максим Михайлов. С детства прививали любовь к медицине, люблю помогать людям, и с детства мечтал стать врачом. Для того, чтобы мечта стала реальностью, после школы Максим поступил в Чебоксарское медицинское училище. Окончив его, пришел работать в цивильскую подстанцию скорой помощи. Работа на скорой помощи сложна морально, физически, но я в своем выборе ни чуточку не пожалел. Потому что после задачи каждой смены уходишь с работы с чувством выполнения только профессионального, но и гражданского долга. Молодые специалисты должны отработать на местах пять лет. Таковы условия программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». В качестве материальной поддержки они получают миллион и пятьсот тысяч рублей соответственно. Максим Михайлов свои деньги еще не использовал, но обещает, что потратит их с умом. Также с прошлого года для участников программы «Земский фельдшер» были сняты все возрастные ограничения. Программы «Земский фельдшер» и «Земский доктор» существенно улучшают вопросы кадрового обеспечения на местах. За два года принято на работу четыре доктора и шестнадцать фельдшеров. В том числе и благодаря программе «Земский фельдшер» принято восемь специалистов и программе «Земский доктор» один специалист. Благодаря этим программам и в Цивильской районной больнице появились новые кадры. Пришло очень много врачей узких специальностей. Это врач клинико-диагностической лаборатории, врач функциональной диагностики, которые штучные единицы, экземпляры, врач общей практики, врачи-педиатры, то есть первичное звено. По программе «Земский фельдшер» мы трудоустроили в прошлом году два фельдшера на фельдшерско-кушерские пункты. Напомним, что программа «Земский фельдшер» стартовала в 2018 году. За это время в районные ФАПы и подстанции скорой медицинской помощи трудоустроились 63 специалиста. Лидерами в этом плане стали Канажский, Батаревский и Чебоксарский районы. Богдана Дойникова, Валерий Резюков, Республика. Чебоксарцы определили, как будет выглядеть фасад аэропорта. В этом году главные воздушные ворота Чуваши ожидает реконструкция. Архитекторы из Санкт-Петербургского проектного института «Новая авиация» разработали несколько концепций внешнего оформления здания аэровокзала. Необходимо было выбрать только один вариант. Голосование проходило на портале «Открытый город». Свои предпочтения высказали более двух тысяч человек. Явный лидер определился сразу. За вариант номер три отдали голоса более половины респондентов – 53%. Теперь работа над проектом реконструкции продолжится. Сегодня вынесли приговор по делу сына сити-менеджера Чебоксар. Три года и девять месяцев в колонии общего режима. Ему запрещено также управлять автомобилем в течение трех лет. Такое решение принял Маргаушский районный суд. Приговором суда установлено, что 22 июля прошлого года ранним утром подсудимый управлял автомобилем марки «Ауди» на территории Маргаушского района Чувасской республики по федеральной трассе М7. При этом водительского удостоверения он не имел. В ходе поездки он, нарушив правила дорожного движения, совершил ДТП с попутно идущим автомобилем марки «УАЗ». В результате дорожно-транспортного происшествия оба автомобиля вылезли с трассы и водителю попутному автомобилю был причинен тяжкий вред здоровью. Виновник ДТП какой-либо помощи пострадавшему не оказал и скрылся с места происшествия. Подсудимый вину не признал. По словам сына сети-менеджера, он был в машине, но за рулем сидел другой человек. Ладоков-младший уже был судим. В прошлом году его признали виновным в причинении насилия сотруднику полиции и назначили наказание в виде лишения свободы условно. С учетом неотбытого наказания Олега Ладокова приговорили к 3 годам и 9 месяцам в колонии общего режима. С конца июля он находился в СИЗО, там же останется до вступления приговора в силу. Потерпевшему он должен выплатить 500 тысяч компенсации морального вреда и 100 тысяч расходов на адвоката. В 2020 году программа обучения предпенсионеров расширяет возможности. Освоить новую профессию теперь можно и с 50 лет. При этом, как полагается, студентам будут выплачивать стипендию. Освоить новую профессию, когда тебе за 50 и устроиться на работу. Что это реально, доказали более полутора тысяч предпенсионеров в прошлом году. Статистика центра занятости показывает, более 98% обученных в 2019 нашли свое место на рынке труда. А это одна из главных целей программы. В 2020 она расширяется. Сертификат на переобучение теперь смогут получить не только предпенсионеры, но и те, кому 50 и старше. С 2020 года для лиц 50 лет и старше добавляются такие услуги, как обучение за пределами Чувашской республики, чтобы вы знали, учебные заведения. Оплачивается проезд до места обучения и обратно в размере 10 тысяч рублей. Проживание – 1100 рублей в сутки, но не более 33 тысяч рублей в течение месяца. И суточные – порядка 100 рублей в сутки. Средства на организацию профессионального обучения возрастных сотрудников предоставляет Федерация и регион. Программа – часть федерального проекта «Старшее поколение» в рамках нацпроекта «Демография», который инициировал президент России Владимир Путин. Проект направлен на то, чтобы люди предпенсионного возраста стали конкурентными на рынке труда. Сам национальный проект, он расширяется. Расширяется в возможностях граждан в получении образования. Тем самым мы достигаем самое главное – отсутствие дискриминации лиц старшего возраста, их более уверенное самочувствие на рынке труда. Ну и кроме того, повышается их мобильность. Они действительно мобильные, они могут выбирать эту специальность, а иногда даже круто ее менять. Изменить свою квалификацию могут и мамы в декрете. Все по тому же нацпроекту «Демография». Бесплатно помогают переобучиться мамам в декрете и тем, у кого дети дошкольники. Как и предпенсионерам, незанятым женщинам полагается стипендия. На их профессиональное обучение в 2020-м выделено более 19 миллионов рублей. Для профобучения старшего поколения – почти 40 миллионов. С профессиональными учебными заведениями сотрудничает Центр занятости населения Чебоксара. Соглашения заключены с 20 образовательными организациями. На выбор более 80 профессий. Авторская выставка открылась в столичном музее Чувашской вышивки. 30 лет мастер народных художественных промыслов Надежда Степанова создает из бересты картины, предметы интерьера и украшения. Как оживает дерево в руках умелого мастера, знает моя коллега Наталья Мальчикова. Береста – настолько гибкий материал, что готова принимать любые смелые идеи. От ювелирного украшения до салонки сотворить из нее можно все, что угодно, утверждает мастерица. Подчеркивая природную красоту, умело сочетая сотни оттенков и пород дерева, художница творит настоящие шедевры. Тут и плетение, тут и штампы, тут и резьба по бересте, и аппликации по бересте, и раскраска. Тут все можно увидеть, что касается обработки бересты. Это юбилейная выставка мастеру Надежде Ивановне Степановой 55 лет. Дерево может быть теплым, пластичным, сказка буквально оживает. Самая любимая – как раз «Хозяйка Медной горы». Есть вещи объемные, но основная часть картины в полуобъеме, немножко выходящего пространства. Береста для меня – это как краска. Разные цвета бересты использую, разные оттенки бересты использую как палитра в своих картинах. Необычный дар резьбы художнице достался от отца. Филигранная резная работа, в которой просматриваются элементы городецкой росписи, тематика многогранна, как и сам талант самородка. А вот материал для творчества собран со всего мира. Многие годы бересту собирала сама. С учениками выезжала, сама выезжала. Родственники помогали, родители помогали. А теперь уже я основную часть бересты даже закупаю. Пока достаю бересту, привожу с разных регионов, потому что березы везде растут разные, их и более двухсот разных сортов. Около ста картин изображений видов столицы республики, предметы утвари и разнообразные украшения. Последние особенно нравятся молодежи. Говорят, изделия из природных материалов создают особое настроение. Наталья Мальчикова, Валерий Резюков, Республика. Таковы главные новости к этому часу. А я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова